Здравствуйте! Сегодня гость нашего прямого эфира директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов. Сергей Александрович, здравствуйте! Добрый день! На этот раз особое внимание уделим теме современного развития здравоохранения в нашем регионе. Мы собрали и обобщили вопросы, которые задавали пользователи социальной сети ВКонтакте в сообществе правительства Брянской области под публикацией с анонсом. И сейчас мы постараемся максимально подробно на них ответить. Сергей Александрович, по российскому законодательству каждый гражданин имеет право на медицинское обслуживание в любом лечебном учреждении. Вот скажите, пожалуйста, как записаться на прием к врачам-специалистам узкой практики, вот что называется, к узким специалистам, ну, например, в областную больницу? И есть ли какие-то сроки ожидания плановой медпомощи? Если есть, то какие они? Традиционные способы существуют записи на прием непосредственно в поликлинику по месту жительства. Это либо через регистратуру, либо через информат, который установлен возле каждой регистратуры в поликлиниках. Значит, можно записаться через мобильное приложение на прием, также через госуслуги очень широко люди записываются. И можно осуществить запись, особенно это касаемо вызова врача на дом, через многоканальные телефоны регистратуры, либо через ковидный, так называемый, колл-центр 122, который до сих пор у нас работает. Мы приняли решение о том, чтобы максимально использовать этот колл-центр для решения, скажем так, оперативных решений, вопросов и решений этих вопросов, связанных с оказанием медицинской помощи. Значит, то, что связано с сроками и ожиданиями записи в областную больницу, областная больница, поликлиника областной больницы, это консультативная поликлиника. И, соответственно, консультацию может получить любой человек, у которого есть направление от врача поликлиники по месту жительства. Значит, это направление выдается по месту жительства пациенту либо в бумажном носителе, но сейчас все это выдается в электронном виде. И уже врач, находясь в районе, либо врач в поликлинике города Брянска, видит перед собой свободные места, слоты записи на прием к специалистам областной больницы и конкретно записывается. В этом случае срок ожидания, если это плановая консультация, составляет 14 дней. Если какая-то экстренная консультативная помощь, например, вызов врача на дом, температурящим больным, то медицинская помощь будет оказываться в течение 24 часов. Поэтому это все у нас реализовано. Но вопросов было достаточно много, и люди не могут записаться порой на прием к узким специалистам. Но здесь, конечно же, основная проблема – это кадровый дефицит. Но я думаю, я немножко позже останавливаюсь на этом вопросе, поскольку действительно много вопросов было касаемо кадров. Я думаю, я попытаюсь это объяснить в следующих наших вопросах. Хорошо, коснемся позже. Еще, кстати, было очень много вопросов про диспансеризацию. Например, чем обычная диспансеризация отличается от углубленной? Мне кажется, это такое новое понятие – углубленная. Не знаю, или всегда оно было. И расскажите, пожалуйста, какие обследования предусмотрены для людей разного возраста? Наверное, в 45 диспансеризация не такая, как в 65. Ну, я бы сказал, что вот этот критерий градации – это 39 лет. То есть после 39 лет диспансеризация должна осуществляться ежегодно. Значит, вообще любой смысл диспансеризации, будь то обычная привычная диспансеризация, либо это углубленная диспансеризация, это профилактическое выявление неинфекционных заболеваний у человека. Для того, чтобы можно было на раннем этапе выявить начало заболевания, либо если человек длительное время не обращался по поводу кронического заболевания, соответственно, понимать, в каком состоянии находится организм, что необходимо, возможно, требуется дообследование, госпитализация. Поэтому диспансеризация делится на, скажем так, два этапа. Первый, так называемый, скрининговый этап диспансеризации, когда до 39 лет в основном, основное ему удается, скажем так, внимание – это анкетирование. То есть мы пытаемся понять, собирая жалобы, анамнез у человека, какие проблемы со здоровьем у него есть. И также первый этап диспансеризации включает в себя минимальный набор лабораторных и инструментальных методов обследования – общий анализ крови, биохимический анализ крови, флюорография, если мы говорим о рентгенологическом обследовании, маммография для того, чтобы, проведя минимальное обследование, мы могли заподозрить у человека появление какого-либо заболевания. В случае, если мы это заболевание выявляем, тогда человек направляется на второй этап диспансеризации. От второй этап диспансеризации, в зависимости от выявленной нозологии, в зависимости от выявленной болезни, уже более обширное проводится инструментальное лабораторное обследование и консультация узких специалистов. Если мы же говорим о таком новом явлении, как углубленная диспансеризация, то это диспансеризация пациентов, перенесшие ковид. Значит, активно мы проводим диспансеризацию с сентября 2021 года. Значит, на сегодняшний день также мы приглашаем наших жителей на проведение углубленной диспансеризации. Углубленной диспансеризации подлежат пациенты, которые перенесли ковид. Через 60 дней после перенесенного ковида мы предлагаем пройти углубленную диспансеризацию. Все мы понимаем, что коварство ковида в том, что после, казалось бы, выздоровления остаются еще проблемы со здоровьем. И для того, чтобы как можно раньше выявить и, соответственно, пациента направить или провести либо реабилитацию, либо необходимое лечение, нам нужно провести углубленную диспансеризацию. Углубленную диспансеризацию могут пройти лица, перенесшие ковид, а также лица, которые официально, скажем так, не были заболевшими, но желают пройти углубленную диспансеризацию. А, то есть даже не обязательно какой-то документ предъявлять? Не обязательно. Не обязательно предъявлять. По заявлению все желающие могут пройти углубленную диспансеризацию. Еще одна такая актуальная тема. В последнее время люди постоянно слышат новости про появление новых штаммов коронавируса. Конечно, у населения возникает резонный вопрос. А существующие сейчас вакцины работают до сих пор против вот этих новых штаммов? Защитят ли они? Значит, ну, последний широко циркулирующий штамм на территории всей Российской Федерации, всем известный омикрон, да? Основное, чем характеризовался этот штамм новой коронавирусной инфекции, в том, что он был высококонтагиозным, то есть заболевало очень много людей, но у большинства людей болезнь протекала в легкой форме. Соответственно, то, что сейчас появляется, новое ученые выявляют, это, я бы сказал, наверное, подштаммы. Разновидности омикрона. Да, разновидности омикрона. Поэтому, говоря о вакцинации, говорил об этом всегда, и, наверное, уже неоднократно, и повторюсь в очередной раз, что единственным способом не допустить развития седьмой уже волны новой коронавирусной инфекции, ну, волна волной, а каждый должен думать прежде всего о своем здоровье, конечно же, это вакцинация. Значит, много споров, нужно ли прививаться после перенесенного заболевания. Конечно, нужно, потому что учеными уже не только российскими, но и международное медицинское сообщество было доказано, что иммунитет искусственный, приобретенный после вакцинации, он значительно устойчивее, чем иммунитет приобретенный, то есть после перенесенного заболевания. Все клинические рекомендации касаемо сроков ревакцинации, они сохраняются, это 6 месяцев. Особенно это касаемо пациентов старше 65 лет с сопутствующими коморбидными заболеваниями. Спутник ВИ, вакцина, сейчас, в ближайшие несколько недель, мы ожидаем поступления назальной формы спутник ВИ. Да. Да, то есть не нужно будет делать привычного всем укол, нужно будет просто сделать назальное введение в виде распыления, в виде спрея, и, соответственно, проводится так называется бустерная вакцинация. Как говорят ученые, опять-таки, эффективность назальной вакцины несколько выше, чем обычного спутника за счет того, что именно ковид входными воротами до новой коронавирусной инфекции в организме, как правило, является носоглотка, слизистая носоглотка. И за счет использования именно назальной вакцины мы создаем, можно сказать, местный барьер на входных воротах инфекции. А она назальная однокомпонентная, то есть один раз надо? Да, двухкомпонентная. А, то есть то же самое, как было у нас с уколом, да? Да. Два раза надо будет прийти. Ну все хорошо, отлично. О национальном проекте здравоохранения, ну, знает, наверное, каждый. И все-таки не всем понятно, что этот проект национально дает обычным простым людям, какие позитивные изменения происходят. Как нацпроект отражается на качестве медицинской помощи? Вот такой тоже вопрос был. Ну, наверное, о национальном проекте здравоохранения можно говорить долго. Я скажу кратко. Основная цель национального, две цели национального проекта здравоохранения, это увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2013 году. И, соответственно, вторая немаловажная составляющая, это, скажем так, улучшение качества оказания медицинской помощи, да? Развитие системы здравоохранения, базы системы здравоохранения. Значит, успешно он реализуется на территории Брянской области. В национальный проект ходит ряд региональных проектов. Вот. Ну, наверное, остановлюсь на, пожалуй, на самом важном региональном проекте федеральном. Это первичная медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь, модернизация первичной медико-санитарной помощи. Как раз таки то, что касается буквально каждого. Да, именно первичного звена. Мы понимаем, что именно первичная звена, по сути дела, является основой системы здравоохранения. Насколько важность, ну, я уже говорил, именно профилактическая направленность, то есть когда люди будут своевременно проходить диспансеризацию, получать необходимую амбулаторную помощь. Поэтому модернизация первичного звена здравоохранения – это основной проект. Суть этого проекта заключается, что, во-первых, идет обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения первичного звена, да. То есть я говорю о поликлиниках и ФАПах. Мы ремонтируем поликлиники, мы ремонтируем ФАПы, мы приобретаем медицинское оборудование для первичного звена здравоохранения, приобретаются автомобили для первичного звена. Самый крупный проект, по крайней мере, этого года – это четвертая поликлиника в районе Старого аэропорта. Заложили, и уже активно ведется стройка нулевого цикла. В 2024 году эта поликлиника должна начать свое функционирование. Это будет современное во всех смыслах этого слова. Причем продумывается не только оснащение на сегодняшний день, но сразу же мы продумываем вопрос обеспечения медицинскими кадрами, обеспечения транспортной доступности данной поликлиники, потому что тоже были вопросы в интернете, как люди будут добираться. Эти вопросы продумывались на начальном этапе, когда выделялся этот земельный участок, когда разрабатывался проект самой поликлиники. Поэтому это действительно значимо. Я думаю, все ощутили и в районных больницах, даже на ФАПах, есть те видимые изменения, которые люди уже ощутили в плане проведения ремонтов, какие сейчас наши ФАПы, как они оснащены. Поэтому этому уделяется большое внимание. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями направлена на смертность от болезни системы игрового обращения, занимают лидирующие позиции. Поэтому это очень важный проект. Также переоснащаются наши первичные сосудистые центры, региональные сосудистые центры, борьба с онкологическими заболеваниями, современное оборудование, онкодиспансер, первая городская больница, областная больница, развитие детского здравоохранения, не могу сказать об этом, также крупный проект, новый хирургический корпус стоимостью более 2,6 миллиардов рублей. Также в этом году начата стройка на территории Брянской детской областной больницы. По сути дела, это будет, вот, такой, скажем, единая областная детская больница современного уровня, новый хирургический корпус, назову только лишь одну центру, цифру полтора миллиарда рублей будет выделено на приобретение самого современного оборудования. Уже сейчас мы участвуем в ярмарках вакансий, привлекаем молодых специалистов, врачей, педиатров, врачей. То есть уже думаете об этом? Мы уже думаем о том. А откроется когда? Откроется в декабре 2023 года. А, в 2023 даже. Да. Развитие цифрового здравоохранения. То есть вот эти все проекты, региональные, федеральные проекты, которые входят в большой национальный проект здравоохранения, они направлены именно на то, чтобы медицинская помощь стала намного доступнее и, самое главное, поднялась к качеству. Соответственно, все на это направлено. Сергей Александрович, еще очень много было вопросов от родителей, чьи дети больны с сахарным диабетом. У нас какая-то проблема в регионе существует с этим вопросом? Значит, то, что касаемо, да, действительно, было очень колоссальное большое количество вопросов, связанное с обеспечением, санаторно-курортным лечением детей с сахарным диабетом. Значит, на сегодняшний день я бы разделил все эти вопросы на две большие группы. Первая группа вопросов – это касаемо обеспечения детей, страдающих с сахарным диабетом, лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Значит, всем известно событие 24 февраля. Когда это случилось, естественно, мы в первую очередь понимали о том, что не скажется ли это на приобретении лекарственных препаратов и мед. изделий. И вот первое, о чем мы подумали, конечно же, это вот именно эта категория наших пациентов, маленьких пациентов. На сегодняшний день я могу сказать, что все необходимые инсулины у нас приобретены для обеспечения детей с сахарным диабетом. То есть санкции не коснулись этих медпрепаратов, да? Да. Значит, помимо этого, Брянская область одной из первых за счет средств областного бюджета приняла решение о том, чтобы наши дети, страдающие с сахарным диабетом, были обеспечены так называемыми системами непрерывного мониторинга глюкозы уровня сахарной крови, ЛИБРА. Соответственно, эти системы также закуплены в полном объеме. Если раньше были вопросы по возрастным, скажем так, категориями, кому эта система устанавливается, кому не устанавливается, сейчас все дети, даже с вновь выявленным, с первые выявленным сахарным диабетом обеспечиваются ЛИБРА. Значит, все необходимые расходные для материала также есть. Широко внедрена в нашей области, и также и за пределами области, в федеральных клиниках устанавливаются инсулиновые помпы. Также для более, скажем так, качественной жизни этих деток, когда инсулин возится с помощью специального медицинского высокотехнологичного устройства. Все необходимые также помпы в детской областной больнице устанавливаются, все необходимые расходные материалы для них приобретены. Но я должен четко сказать, что каждое медицинское изделие, каждый медицинский препарат, он назначается и рекомендуется строго по показаниям каждому ребенку, и эти показания определяются врачом. Естественно, врачом. Значит, соответственно, вторая группа вопросов, на которую бы я хотел остановиться, она касается санаторно-курортного лечения детей с сахарным биоретом. Они по закону имеют, да, право? Значит, да, я попытаюсь объяснить также несколько, как это возможно. Значит, все санатории можно разделить на две группы, да. Это санаторий федерального подчинения, которые подчиняются непосредством Министерства здравоохранения, и, как правило, это санаторий расположен в так называемых курортных городах. И также у нас в Брянской области есть два детских санатория под ведомственным департаментом здравоохранения. Это санаторий «Мать и дитя» в Домашово и «Белобережский» наш детский санаторий. Соответственно, в федеральные санатории, согласно, опять-таки, нормативным документам, согласно приказу Министерства здравоохранения, направляются дети федеральными клиниками. Ребенок прошел лечение в федеральной клинике, и он направляется в федеральный санаторий. Поэтому Департамент здравоохранения на сегодняшний день, согласно действующим нормативным документам, мы не имеем возможности направить напрямую, как это было раньше. Соответственно, каждый ребенок с сахарным диабетом имеет группу инвалидности. Детям, страдающим с сахарным диабетом, имеющим группу инвалидности, положено санаторно-курортное лечение. Но вопросами обеспечения путевками санаторно-курортными для лечения санаторно-курортными на сегодняшний день – это прерогатива Фонда социального страхования. То есть, соответственно, лечебными учреждениями, департаментом здравоохранения выдаются необходимые медицинские справки определенной формы, что деткам показано проведение прохождения санаторно-курортного лечения. Дальше с этими документами родители обращаются в Фонд социального страхования, там пишется заявление, есть определенная очередь, и, соответственно, эта путевка выделяется. То, что касаемо непосредственно двух санаториев, которых я сказал, в Брянской области, значит, проходят дети с сахарным диабетом там санаторно-курортное лечение. Мы готовы проводить там санаторно-курортное лечение. Более того, да, встал вопрос, что в этих санаториях нет врача-эндокринолога. Его нет там, потому что он, скажем так, не входит в состав штатного расписания. Но мы готовы проводить профильные смены по оздоровлению детей с сахарным диабетом, обеспечивая выезды наших специалистов, врачей-эндокринологов из других лечебных учреждений. Поэтому вопрос, касаемый всех, скажем так, всех проблем, касаемых с сахарным диабетом, особенно у детей, он постоянно на контроле. Значит, родителями создано некоммерческое сообщество Диащит. Мы постоянно встречаемся с представителями этого сообщества, и через это сообщество мы пытаемся решать те вопросы, которые у нас есть. Да, то есть мамы попросили организовать онлайн-школу сахарного диабета. Мы организовали. Дальше. Попросили организовать в детский сад группы. Мы организовали две группы. Но, опять-таки, из-за кадрового вопроса, да, может быть, они не работают должным образом. Но, по крайней мере, мы на это идем. Мы прикладываем максимальные условия для того, чтобы это все организовать. Более того, скажу, каждый последний четверг, каждого месяца мы проводим встречи с представителями Диащит, Диащит, сообщество Диащит, для того, чтобы непосредственно уже представители Департамента здравоохранения, мой заместитель по лекарственному обеспечению, заместитель по оказанию помощи детям, врачи, детские эндокринологи, мы встречаемся с родителями и пытаемся в рабочем порядке решать эти вопросы. Я благодарю вас за такие подробные ответы на все вопросы. Ну и, конечно, спасибо нашим зрителям. Следите за анонсом следующего эфира. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»